Дорогие друзья, мы в Киеве на чемпионском бою. Артем будет драться с доминиканским парнем. Парень крепкий. Бой будет очень сложный, серьезный. Вот он, вот он. Ты красавчик. Даллакян, чемпион мира по версии WBA в 51 весе. Недавно переехал в Киев, живет в Комфорт-Ауне. Ставьте палец и пишите вопросы. Мы сделаем офигенный специальный выпуск с Даллакяном. Значит, вебинар сегодня называется «Фокус на результат». Почему решили сделать именно такой вебинар? Я сам задаюсь этим вопросом, как у меня прошел 2018 год, чем я недоволен и что я хочу достичь в 2019. Сейчас я работаю на стратегии ближайшие на 15 лет. Где-то три четверти этого пути я уже прошел. Собственно, сейчас поделюсь опытом, как это лучше делать, что делать и как сделать так, чтобы фактически слабые стороны 2018 года превратить в сильные стороны в 2019. Сначала хотел бы обратиться к вам и задать вопрос, довольны ли вы тем, как прошел 2018 год? Что не получилось? Что по внутренним ощущениям, я когда готовился к этому вебинару, я пришел к такому выводу. Надо написать топ-5 вещей, которыми вы действительно можете похвастаться, о которых вы можете говорить друзьям, близким, родственникам, кому угодно. Что вы можете сказать, как у вас прошел 2018 год? Если говорить обо мне, то, конечно, событие номер один – это, собственно говоря, рождение сына уже почти две недели назад. Это, безусловно, главное событие этого года для меня. Я, на самом деле, шел к этому, наверное, последних года три, и таки это получилось. Могу сказать, что мы начали работать над проектом где-то года полтора назад, и какое-то время не получалось. Уже какое-то было даже такое сомнение, там, может быть, там, Бог не дает, может быть, сейчас не время, может быть, может быть. Это событие номер один. Событие номер два, конечно, это сейчас тот процесс, который я переживаю со следственными органами. Кто-то из вас следит за ним, кто-то понимает, кто-то не понимает, но на самом деле это достаточно сложный и глубокий процесс, который требует моего глубокого вовлечения. Сегодня у меня был одиннадцатый суд, я посчитал одиннадцать судов по избранию меры пресечения. Собственно, что такое избрание меры пресечения и почему этот процесс настолько сложный? Парадигма существования правоохранительных органов на территории постсоветского пространства, потому что это действительно постсоветское, это внешний признак. Это, по сути ли, дегенерация со стороны правоохранительных органов, создание боли и потом покупка, вернее, продажа индульгенций. То есть выглядит это так. Вот представьте, у вас болит голова, очень болит, и вы приходите в аптеку, и когда вы покупаете нурофен, вы, конечно же, говорите спасибо. Примерно так же происходит процесс вокруг любого уголовного процесса, только отличие того уголовного процесса, который у меня есть, от того, который, возможно, существовал или существует у вас, в том, что, собственно, бизнеса нет. Бизнеса, в котором ковыряться, из которого финансировать этот уголовный процесс, его нет. И они до сих пор этого понять не могут. И сегодня весь бизнес – это, по сути, коучинги, онлайны, которые мы сейчас успешно, могу сказать, достаточно продаем. И это еще один маленький вывод, к чему я пришел за 2018 год. Этот проект стал бездефицитным для меня. Это крайне важный процесс, потому что в 2017 год мы делали первые пробы, занимались этим, пробовали, у нас не все получалось, мы делали выводы, исправлялись, шли дальше. Об этом чуть расскажу попозже, но в целом я считаю, что это огромное достижение 2018 года. Что, собственно, я предлагаю? Я предлагаю достичь большего в 2019 году и попробую сейчас дать вам технологию, как нужно подойти к анализу того, что происходило в вашей жизни на протяжении последнего года, для того, чтобы, наверное, правильно сфокусироваться на том, что будет происходить дальше. Что вы собираетесь делать, что вы хотите сделать, на чем вы хотите сконцентрироваться, чего вы хотите достичь. И, собственно говоря, это основной процесс, на который нужно будет сформулировать свои усилия. Для кого этот вебинар? Наверное, самый главный человек, который должен сказать это для меня вебинар, это человек, который, оглядываясь назад и с ретроспективой назад и с мыслями о 2019 году, хочет сказать, я очень хочу большего, я хочу большего в 2019 году. Знаете, сейчас очень модно говорить там, умножить на 10, умножить на 3, умножить на 2. Для каждого из нас этот план свой, потому что для себя я буду считать умножить на 3, это будет отлично. Если будет умножить на 2,5, я буду говорить это хорошо. Если мы умножим на 1,6-2, это будет удовлетворительно. Если будет умножить на 5, будет просто офигенски. У кого-то будет 10, потому что получится поймать какую-то тему, какое-то направление, в рынок попасть, попасть в организацию, в какой-то стартап. Это будет круто. Следующая категория людей. Год был неплохой, но далек от идеального. Наверное, это самая широко распространенная позиция, все-таки для тех людей, которые ищут ответы на вопросы и которые стараются их найти. Глубокая мысль. Я думаю, что захватывает процентом 80 людей из тех, которые сегодня находятся в экранах. А нас уже почти 400 человек. Я хочу более адекватно ставить цели на год. Здесь мне приходят, конечно, на мысль, на ум фантазеры. Есть много народу, который хватается, который смотрит за чужими инстаграмами, за фейсбуками, за ютюбами, видит какие-то машины, видит какую-то жизнь, какие-то острова. И говорит, я хочу, я готов, я хочу миллион. Но я таким людям всегда говорю, надо немножко более адекватно ставить себе цели, потому что это крайне важно себе четко представлять, где ты есть, на каком ты свете есть, куда ты двигаешься, зачем тебе двигаться. О чем мы поговорим сегодня? Мы сегодня поговорим о том, как поставить амбициозные, но адекватные цели. Адекватные – это значит, что они должны быть как-то привязаны к объективной реальности, к рынку, в котором вы существуете, к тем цифрам, которые у вас есть, к возможностям, возможно, к окружению, к бюджетам, к ресурсам, в конце концов. Как определить барьеры, мешающие двигаться. У каждого из нас в голове какие-то есть барьеры, какие-то страхи, какие-то непонимания, процессы, что-то у нас какие-то мозги. Кто-то понимает, как надо делать, но боится. Боится незнания рынка, незнания языка, какого-то недопонимания ситуации. Таких тоже очень людей много, и об этом мы сегодня поговорим. Мы поговорим о том, как найти скрытые потенциалы и резервы для того, чтобы двигаться дальше. Как найти точки роста. Точки роста есть у любого человека, у любого абсолютно. Каждый из нас не идеален, и анализируя это, и понимая это, достаточно легко прийти к правильному результату. С каким настроением я завершаю 2018 год? Год был неплохой, но далек от идеала. Я попал в 80% людей, которые... Конечно, если выделять три позиции, еще раз повторюсь, это, наверное, рождение сына номер один. Второе – это бездефицитный бюджет по онлайну. Мы запустили, успешно продали неплохие продукты. Мы их опробовали, мы почувствовали рынок. Я почувствовал СММ, я почувствовал интернет-маркетинг. Я стал разбираться в этом, я много посвятил этому времени и навыку этому посвятил. Третья позиция, безусловно, безусловно, это рост канала. Канал вырос за год больше, чем в два раза. Мы сделали несколько хороших видео. Ну, точнее говоря, мы все хорошие видео сделали. Мы поменяли формат канала. И в том числе я поменял в большей части даже команду. Потому что на определенном этапе летом я почувствовал затык. И об этом тоже поговорю чуть позже. Как анализировать эту ситуацию и как принимать решения по развитию. Так было не всегда. Так было не всегда. Если вспомнить декабрь 2015 года, когда у меня под ногами горела земля, я могу рассказать, что я чувствовал и что происходило вокруг. По сути, с момента трабла по банку прошло 6 месяцев. Уголовный процесс был в разгаре, следственные действия, обыски, тучи вокруг ходили. Ко мне периодически кто-то приходил, рисовал какие-то цифры. Люди вокруг реально отвернулись. То есть 98% моей телефонной книги, в которой на тот момент было где-то 3,5-5 тысяч контактов, они просто пропали. Они перестали отвечать. Это такая ситуация, знаете, она отрезвляет. Ближайшие друзья и партнеры пропали. Ближайший партнер, с которым я делил все, пропал. Один из них поставил меня в жесткую растяжку, сказал, я с тобой, но только я отдельно. Забрал остатки бизнеса из-под банка и отправил меня курить. Казалось бы, радикально, радикально тяжелая ситуация. И мне совершенно было непонятно, как быть. И самое важное, наверное, что тогда мне удалось сделать, это остановиться, осмотреться по сторонам и принять решение, как надо двигаться дальше. Что надо делать так, чтобы изменить ситуацию? Найти себя в чем-то. Потому что кроме тех процессов, о которых я говорю, еще очень важно, что фактически я должен был сделать огромный каткостинг. То есть, по сути, урезать свои расходы, не знаю, во столько, во сколько можно было. То есть, по факту могу сказать, что я их урезал раз в 10. Кто урезал когда-то свои расходы, в 3 раза тот поймет, а кто в 10 – это вообще новая жизнь. Это новая жизнь, безусловно. Что изменило ход событий? Фактически, качественное осмысление ситуации и формулировка, понимание приоритетов на будущее. То есть, в целом могу сказать, что кроме фиксации ситуации, у меня стало вырисовываться в таком орионе непонятности и загадочности, какие-то очертания того, что я хочу. Первая половина 2016 года была тяжелая. Я выходил из этой сделки с этим партнером, со своим… Мне не укладывалось в голове, как люди, которые ближайшие для меня, которых я считал своими братьями, вдруг куда-то делись, которые посчитали, что мои проблемы – это мои проблемы. Но на самом деле я им очень благодарен, потому что я благодаря этой истории стал сильнее. И благодаря этой истории, наверное, сейчас есть то, что есть. Что в результате? Новые навыки. Я всегда был сторонником того, чтобы получать новые навыки, думать о том, чему надо научиться. И несмотря на то, что мне в этом году исполнилось 45, а на тот момент было 43, могу сказать, что сконфигурировать сознание, в котором ты чему-то учишься, как школьник, после 40 лет достаточно сложно. И я, честно говоря, встречал мало людей, которые могут чему-то учиться после 40. Новое окружение. Многие из вас говорят, у меня нет окружения, у меня пассивное окружение, не тянут с меня энергию. Друзья, это всё ерунда. Даже если у вас нет окружения, его можно создать. Действительно, события моей жизни, сейчас, оглядываясь назад, я могу сказать, что сейчас мое окружение гораздо сильнее, чем то, которое было у меня во времена моего банковского прошлого. Принципиально они отличаются тем, что люди в сегодняшнем окружении сильнее, более высокого уровня, а не с более духовными требованиями по отношению ко мне и ожиданиями. Нет материальных ожиданий и больше вопрос к использованию моих знаний и моего опыта в какой-то другой деятельности, которая на самом деле является сегодня для меня приоритетной. Новые возможности. Безусловно, новые люди – это новые возможности. Это новые рынки, новое сознание, новое всё. Новое всё. Поэтому о возможностях я вам рекомендую иногда задумываться и на самом деле все сложные решения пропускать через SWOT-анализ. В SWOT-анализе в левом нижнем углу всегда есть возможности, под сильными сторонами возможности, в правом риске. Поэтому думайте над своими возможностями и пытайтесь создавать новые возможности. Задумывайтесь, какие люди вам дают какие возможности и к чему они могут привести. Новые источники доходов. Когда у тебя прекращаются твои предыдущие источники доходов, надо думать о других. У меня есть семья, у меня есть дети, у меня есть родители. Мне надо думать о том, как зарабатывать. И вот та ситуация, которая произошла в 2015 году, она, собственно говоря, показала, что мир в жизни заканчивается. Надо думать о том, куда развиваться, откуда брать деньги, создавать новые источники доходов. Те источники доходов, которые были до сих пор, но они другие, они закончились. Теперь надо создавать. Не все же жили с этого. Ну и моя любимая фраза Ницше, которая говорит, что все, что не убивает, делает нас сильнее. Нет, собственно, эта мысль, она пронизывала каждое мое действие. И я себе ни на одну секунду не давал возможности, разрешения, разрешения сказать, я все, я остановился, я не могу никуда. У меня даже несколько моих друзей спрашивали, а у тебя не было никогда ощущения того, что тебе хотелось наложить на себя руки? Нет, не было. Почему цели не выполняются? Хочу поговорить пару слов об этих аспектах. Цели не выполняются по одной простой причине. Они взяты с потолка. Сейчас очень популярно, особенно в соцсетях, особенно среди молодежи, я себе поставил цель заработать миллиард, миллион. Я посмотрел видео там, я посмотрел Оскара Хартмана, я посмотрел Рыбакова, я посмотрел еще кого-то, я посмотрел Черника. Ребята, в математике есть очень хорошее правило, которое называется индукция. Индукция говорит о том, что все, что не происходит, все происходит индуктивным методом. Нельзя заработать миллион, не заработав перед этим 100 тысяч. Нельзя заработать 100 тысяч, не заработав перед этим 10 тысяч. Поэтому настоятельно рекомендую не заморачиваться на эту тему, а, собственно, думать о том, как цели сделать адекватными и как их приблизить к той ситуации, которая есть вокруг вас. Все, что вокруг вас есть, оно как-то там объективно показывает ваши исходники. Теоретически вы можете попасть в хайп, вы можете попасть в какую-то среду, которая вам даст возможность, которая вам даст возможность быстро стать миллионером. Например, в прошлом году такая возможность случилась с теми, кто занимался криптовалютой. В декабре месяце все перло, все считали, что все, миллиард в кармане. Но если хотя бы кто-то один из вас мне скажет, что он закрыл позицию в декабре, плюьте мне в лицо. Людей, которые продают на росте рынка, я не знаю ни одного, даже среди опытных дилеров. Среди опытных дилеров, у них есть маркера, и если вдруг что-то происходит не так, они сливаются. Но это очень редко. На самом деле все покупают, когда все растет. И это основная болезнь рынка. Но это мы не об этом. Вторая причина. Мы не осмысляем прошедший год. Мы не осмысляем то, что мы сделали, что нас застопорило, что нас останавливало, что нас притормаживало, что нам мешало. Может быть, какой-то комфорт, может быть, какая-то лень, может быть, какие-то недоработки. Мы чего-то недопонимаем. Мы не разбираем провалы конструктивно. Конструктивно – это надо отдалиться от ситуации, посмотреть на ситуацию со стороны и сказать, я сделал здесь так, так, не так, у меня здесь были какие-то ошибки, их исправить можно так, так, не так, и двигаться дальше так и так. Не все это могут делать. У нас будет домашнее задание. Я сегодня буду давать несколько домашних заданий, и у меня к вам будет просьба сделать их после завершения вебинара. Мне очень важно, чтобы вы все писали. Вот мысли, которые вам приходят в голову, когда вы пишете, надо писать. Можно здесь писать, можно писать, можно писать. На бумажке я буду давать несколько домашних заданий, к этому мы вернемся позже. Если у вас возникают по ходу какие-то вопросы, сейчас в чат не пишите, а, пожалуйста, пишите их в конце, когда я дам для этого время. Следующая вещь – мы не понимаем своих ограничений. У меня есть один ученик в коучинге, который проводит со мной огромное количество времени. Он купил золотую акцию. И он меня недавно спросил. Он говорит, а что бы вы делали, если бы вообще все было возможно? И это меня натолкнуло на другую мысль. Когда я сейчас занимался стратегией, я представил себе не то, что нужно сделать, а то, где я и что вокруг меня в конце следующего года. Вот именно такую технологию. И когда я ее описал, модератор, который мне помогал делать стратегию, говорит, а что ты сделал для того, чтобы это произошло? Вот в своем сознании в декабря 2019 года. Я стал перечислять, что я сделал. Интересная штука. Надо идти нет таких, что ли, глупых желаний, а вот от реальной картины, которую вы можете себе представить по истечению следующего года. Вы не можете сегодня ездить на Деву, а через год ездить на Феррари. Этого не бывает. Даже у меня были последовательно определенные автомобили, рост класса автомобиля, а потом снижение класса, потому что это перестало быть нужным. Поэтому попытайтесь сделать это задание, когда вы будете себя видеть через год. очень важно видеть себя с позиции «возможно». Сложно, но возможно. И очень часто мы не понимаем объема скрытых ресурсов. Мы не понимаем, что мы можем. И даже, больше вам скажу, что даже если мы допускаем, что мы это можем, мы не верим в то, что это возможно именно с нами. Поэтому это еще один аспект, на котором мы остановимся. Сейчас я вам предложу задание, которое попрошу вас выполнить после вебинара. Очень важно, чтобы вы нашли спокойное место, чтобы вас никто не отвлекал. Ничто вас не занимало. Если у вас под рукой девайс, поставьте его в режим сна. Если у вас возможны входы детей в то место, где вы сидите, дождитесь, пока они улягнутся спать. Или сделайте это рано утром, на следующий день, когда они точно будут спать. Постарайтесь сконцентрироваться на себе и на своих внутренних мыслях. И сделайте следующую штуку. Напишите такое слово «отчет» за 2018 год. Напишите 5 поинтов самых важных, которых вам удалось достичь. В различных сферах. Это могут быть разные сферы, это могут быть одна сфера. Это может быть карьера, это могут быть заработки, бизнес. Это может быть семья, это может быть отношения с родными. Это может быть KPI, вы могли построить дом родителям. Или что-то полезное сделать. Попробуйте написать этот отчет. Еще раз. Спокойно. С чувством, с толком, с расстановкой. Без отвлекающих факторов. Без мессенджеров, без социальных сетей, без просмотра Инстаграма и так далее. Три правила в написании этого отчета. Первое правило. Предельная честность перед самим собой. Помните, вы пишете это не для меня, не для тех людей, которые, возможно, это прочитают. А вы можете сделать так, чтобы вы никому это не покажете. А можете показать тем людям, которым вы доверяете. Вы делаете это для себя. И сделайте это для себя. Максимально, предельно честно. Второе. Должен быть холодный рассудок и никакой критики. Никакой самокритики. Вы просто констатируете факт. Третье. Не загоняйте себя в рамки. Представьте себе, что правил нет. Точнее говоря, правило есть, но правило для того, чтобы вы не мешали другим. Ваша свобода заканчивается там, где вы начинаете мешать другим. Поэтому вот это правило, используйте его как отчинаж. И сделайте так, чтобы только оно работало. Оценивайте основные направления жизни. Не буду лукавить. Для многих из вас, да практически для каждого из нас, одним из самых главных показателей есть доход. Доход, карьера, навыки, окружение, семья, здоровье, яркость, жизнь. Еще раз. Доход, карьера, навыки, окружение, семья, здоровье, яркость, жизнь. Теперь нам остается сделать 4 столбца. Какие цели выполнены? Первый столбец. И в каждом направлении мы пишем, что у нас получилось. Что не удалось? Это могло быть сформулированное, это могло быть озвученное, это могло быть задуманное. Но не удалось. Какие цели из незапланированных я достиг? Возможно, получилось что-то случайное, что-то пришло. Такое у каждого бывает. Время, место дает возможность реализовать что-то, чего вы не планировали. Треть, четвертый столбец. Что я постоянно упускал из виду? У каждого человека что-то есть в пассиве. Мы думаем о том, что нам что-то надо сделать, и в результате почему-то не делаем, по каким-то немыслимым для нас причинам мы этого не делаем. Почему? Непонятно. Это сложная задача. Это может быть неудобная задача, трудная по времени, неприятная. Какая угодно задача, почему-то не идет. И мы ее откладываем, откладываем, откладываем. Проходит год, и мы фиксируем ситуацию, что мы ее не достигли. У нас это осталось нереализовано. В задумках есть, но фактически не сделано. Анализ проваленных целей. Неудачи бывают, и это факт. Вы должны понимать, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Суть состоит в том, что с неудачами надо работать конструктивно. Надо исключить самокритику, надо исключить самоуничтожение, самоковыряние. А на ситуацию посмотреть немножечко со стороны. Поэтому я вас прошу дистанцироваться от обыденной жизни. Возможно, возможно, сделать так, чтобы, может быть, даже уехать в другой город. Мне лично помогает. Еще лучше в другую страну. Но сейчас не выездной в другую страну, поэтому не могу. Алгоритм анализа провалов. Пишите все, что не получилось за год. Все, что не получилось, все, что было задумано, написано, озвучено. Знаете, может быть, кто-то там подвыпил, когда в начале прошлого года рассказал о том, что хочет что-то сделать, и так и не сделал. Три почему доходим до корневых причин. Вот очень важно добиться, дойти до первого источника в том, почему это не произошло. На каком-то этапе совершил ошибку. Что-то пошло не так. Что-то помешало. Изменился рынок. Проявил какое-то слабодушие. Проявил какую-то нетерпимость к тому, что занимался какой-то задачей. Вот очень важно дойти именно до корневых причин. Вот что являлось первоисточником невыполнения. Делаем выводы без эмоций. Выводы надо фиксировать. Лучше обводить. Лучше наводить красным маркером. Их может быть три, их может быть пять, их может быть семь. Ну, десять. Что изменить в подходе к провальным целям и новых попытках? У многих цель, она как бы есть и реет только где-то на каком-то таком неосязаемом уровне. Она вроде есть, но ее нет. Но ее надо конкретизировать. Поэтому очень важно изменить подход к тому, что происходит. То есть, либо отказаться от этой цели, вообще забыть о ней. Либо второй вариант. Цель должна превратиться в какие-то действия, которые в результате приведут к ее выполнению. Другого не дано. Возможно, вам потребуется какой-то новый навык. Примеры жизни эпическая история. Два года назад мы решили делать, мы решили попробовать делать анистрат кемпы. Что такое анистрат кемп? Ко мне многие обращались, всегда обращались. Помоги подготовиться, посоветуй, что-то сделай, покажи, как надо. У тебя есть опыт. Решили делать. И, собственно, первый кемп, он был таким достаточно, можно сказать, провальным. Почему он был провальным? К нам приехало четыре человека. Я, это был май позапрошлого года, да, май семнадцатого года. Четыре человека. Результат. Вроде бы все шло нормально. Вроде бы люди получили количественные и качественные результаты. Я потратил на это неописуемое количество времени. По сути, две с половиной недели. Опрос показал, люди недовольны. Люди недовольны системой, люди были недовольны качеством. Потом эмоционально вылезли всякие штуки. Я, честно говоря, был очень расстроен. Что я сделал? Я приехал домой. И мы сделали работу над ошибками. Во-первых, мы сделали опросы, что произошло, что, собственно, выявили, что именно людям не понравилось. Мы проанализировали причины, которые к этому привели. Мы сделали глубочайший разбор полетов над тем, что надо изменить для того, чтобы реализовать в следующий раз это хорошо. И, собственно, приняли решение. По каждой из ошибок, которые у нас были, мы сделали конкретные ошибки. У нас было слабое место плавания, тренировки по плаванию. Я нашел Алексея, который закрыл плавание, который подошел методологично по отношению к следующему кэмпу. Люди не понимали, на каком свете они находятся. Я сделал каждый день разбор полетов. Что сделали, что не сделали, что получилось, что не получилось. Куда стремимся, куда двигаемся, над чем работаем, кто что делает. Мы разделили людей по количеству между собой, по тренерам. И пришли к выводу о том, что эффективно заходит, если на каждого участника Анистрат Кэмпа приходится на каждых четырех участников один куратор, один тренер. Причем я, собственно говоря, много думал над тем, какие позиции, как закрыть. И в результате пришел к тому, что сделал дифференцированный подход по видам спорта. И сделал гибкий график по тренировкам относительно уровня каждого человека. Кроме того, я сегментировал людей примерно по уровням. И, собственно, сформировал таких три базовых навыка, три базовых уровня, по которым группировал людей и давал им тренировочные планы. Кроме того, пришел к тому, что человек на Кэмпе должен практически каждые два дня получать персонал-бест. Самый быстрый километр, самая быстрая пятерка на велосипеде, самый длинный, самый длинный кросс, самое длинное плавание и так далее. Я стал делать эти кейсы и сказал, что они просто обязаны быть, потому что если их не будет, то теряется мотивация. На фоне особенно усталости, на фоне усталости мышечной, которая дает эмоциональную усталость, это приводит к тому, что у людей теряется мотивация. А если они получают вот такой допинг в виде значка на гармине, который говорит, у вас сегодня самый быстрый километр, у вас сегодня самое длинное плавание, у вас сегодня самое длинное вело, а на Кэмпе это достаточно легко устроить, и ввел систему этих параметров. Что в результате? В результате мы провели два мегауспешных Кэмп. Во время первого мы собрали 13 человек, 7 из которых получили пари, вернее, которые забились на пари, которые закончились совсем недавно, которые в результате изменили свою жизнь, получали гипермотивацию, рубились до последнего дня, вот они и стартовали сейчас на Ironman Bahrain, и один из них выиграл этот спор, причем выиграл у второго на 30 секунд на Ironman, и представьте себе, на Ironman 30 секунд. Закончили они сезон с результатами на половинке 4.49, 4.49, минуточку внимания, да? И я говорю, первый от второго отличался на 30 секунд, а третий отличался от них еще на 3 минуты. То есть это радикальные вещи с людьми произошли вообще, они стали по-другому смотреть на мир, на жизнь. Второй Кэмп, который мы провели, мы собрали там вообще 20 человек. Люди в восторге писали мне то, что с ними произошло, потому что каждый получил какое-то количество внимания. Да, знаете, концовка, самый заядлый критик, который, кстати, приехал с первого Кэмпа, он мне сказал, ну знаешь, даже придраться не к чему, настолько все классно, ну вот если сильно заморочиться, ну массажиста не было. Я сказал, ну ребята, если будет еще плюс 5 человек, я массажиста привезу. Ну вот, концовка, концовка, я к чему веду? Неудачный первый Кэмп, можно было бы опустить руки, можно было бы подумать, у нас что-то не получается, нам надо что-то по-другому делать или вообще не делать, или вообще не делать, и наш выбор. Там мы по сути фактически ничего не зарабатываем. В результате мы превратили это в супер успешный проект, который изменил несколько десятков человек, я бы сказал, 35-40 человек изменил жизнь. И это для меня показатель успеха. Успехи года и их причины. Зафиксируйте все положительные результаты, похвалите себя. Вы знаете, многие из нас делают много таких классных вещей, но вот не фиксируют их, не фиксируют для того, чтобы вот просто сказать, я сделал это, я достиг этого, у меня получилось это. Почему? Надо все фиксировать, надо говорить. Я молодец, здесь молодец, здесь не молодец, здесь молодец, здесь не молодец. Кто молодец? Помните, как в этом фильме? Кто молодец? Я молодец. Второе. Определите, что способствует результату. Поймите, что вам показ, что вам помогает, что делает результат более адекватным, что делает результат, можно там выключить, кстати, на том компьютере. Что делает результат более адекватным? Что вас катализирует? Что вас драйвит? Что получается? Что не получается? Что способствует? Что вам помогает? Возможно, это люди. Возможно, это какие-то эмоции. Возможно, какие-то факторы, которые надо четко о себе представлять. Сфокусируйтесь на рабочих действиях в новом году. Подумайте, что вам на самом деле нужно. Нужно ли вам заниматься чем-то, что потребляет ваше время? Или, возможно, надо отбросить это и просто забыть об этом? Получили опыт. Все. Что у меня получилось в 2018 году? Родился сын. Говорил об этом. Могу сказать, что это изменило опять всю мою жизнь. У меня сейчас поменялась жизнь. У меня намного больше стало обязательств по семье. Я фактически последних две недели закрываю младшую дочь по художественной гимнастике, балету. Она готовится к выступлению. Я каждый день прихожу домой не позже восьми часов. Я укладываю максимальное количество детей. Если у меня получается уложить всех троих, я просто счастлив. Я стал раньше просыпаться. И я стараюсь закрыть всю логистику утреннюю. Всю логистику утреннюю. Что у меня получилось в 2018 году и почему? Канал на ютюбе – это то, на что я больше всего трачу времени. Мы удвоились. Почему? Хороший вопрос. На самом деле первая половина года прошла под знаком очень стагнационного роста количества подписчиков, потому что основной приход подписчиков в конце прошлого года нам дал, скажем так, как выходы по анализу криптовалюты и хайп по криптовалюте, который драйвил все, что связано было с биткоином, с рынком. Настолько это драйвануло, что мы получили в декабре прирост, по-моему, рекордный 11 тысяч. По предыдущим периодам 11 тысяч подписчиков на канале. Что? Потом январь мы закисли, потом вышли тайские выходы, потом начали выходить влоги, влоги, влоги. Потом был Ломаченко, который набрал на сегодня почти полмиллиона просмотров и 10 тысяч лайков, реакций. И потом мы начали закисать. Мы плавно начали закисать, и моя концепция влога в формате соединения спорта, бизнеса и лайфстайла, я стал все время думать, почему мы не развиваемся, почему мы не развиваемся. Собственно, на осознание процесса и работу над ошибками ушло, наверное, месяца два. В конце лета я принимаю решение распрощаться с командой, которая мне помогала, с сео-канала, режиссером монтажа. Я меняю полностью контакты, меняю концепцию, меняю стратегию канала, ввожу еще два выпуска, даю день для Вали, вычленяю спорт. Я много говорил об этом на канале, сейчас не буду повторяться. Но, собственно, цель моя состояла в том, чтобы каждому потребителю дать свой контент, при этом увеличив качество того, что я делаю. Что мне нужно было? Мне нужно было любителям спорта дать в пятницу спорт в чистом виде, который сильно-сильно замешан всегда на мотивацию, на трансформацию. Как удержаться в формате мотивации, что надо сделать, как надо сделать, лучшие методики, лучшие примеры, какие-то вещи прикладные, одежда, обувь, методики тренировки, чемпионы мира. У меня масса задумок, у меня расписан контент на ближайших, наверное, 3-4 недели. Что я снимаю, что я делаю, сложно что-то добавить. Валя. Валя мега гармонично смотрится в кадре. У меня всегда был недостаток женщин. Я начинаю день с YouTube анализа, и у меня всегда было 8% женщин, 9% женщин. Смелое решение. Я ввожу Валю во влог, даю ей среду. Утверждаюсь в том, что надо показывать актуальные вещи. Она моя половинка, она беременна на тот момент. Она говорит о беременности, она говорит о том, как женщине быть рядом с сильным мужчиной, как работать, как оставаться не в декрете. Полностью не мужской контент. Я многим признателен за то, что писали свои пожелания. Но я еще больше признателен тем людям, которые поняли и восприняли эту ситуацию. Сегодня Валя мне сказала, что YouTube дает больше выхода, чем 1 плюс 1. Смешно, правда? Ей стали на улице, ее начали встречать и говорить, что смотрят ее выпуски. Смотрят ее выпуски. Продолжайте в том же духе. Рассказывайте о том, что интересно женщинам. По сути, это полезный контент для женщин. То есть, если проанализировать то, что женщины генерируют сегодня в YouTube, честно, без слез смотреть нельзя. Могу сказать, что лично мне нравятся буквально 2-3 человека. И то это такие, скажем, глобальные люди. Влог. Влог остался в стабильном варианте. Я не могу избавиться от бизнес-контента. Тем людям, которые говорят о коррекции бизнес-контента, могу сказать следующее. Мне не интересно делать истории про успешный успех. Мне не интересно показывать вам миллиардеров, о которых я знаю немножко больше, чем вы. Например, потому что я знаю, сколько они взяли кредитов в банках и сколько они не вернули. Это не смешно и не интересно. Я не хочу давать джинсу и попсу. Мне действительно интересны люди успешные. Но я не хочу упираться только в бизнес-интервью. Это вообще другое поле. Пусть оно есть у Черняка, оно есть у Дудя, пусть они занимаются этим. Я могу давать вам образ мысли глобальных людей. И все-таки пытаюсь вам показывать тех людей, которые достигли существенных успехов в личной трансформации прежде всего. В личной трансформации прежде всего. И это мне интересно. Я делаю интервью. Да, у меня не будет на канале каких-то, знаете, провокационных штучек. Типа там, а что Усик сказал про Крым? А что вот этот сказал про Россию? А что вы думаете? Вот это мне не интересно. Мне не интересно. Мне не интересно создать файтинг на канале. Мне интересно вас вдохновить. Мне интересно вам дать идеи, которые позволят вам развиваться. Мне интересно дать какие-то правильные вещи, которые позволят вам развиваться. Влог. Влог всегда снимается с колес. Вот я путешествую, я выступаю, я с кем-то бегаю, я с кем-то встречаюсь, я участвую в каких-то движениях, и веду социально активный образ жизни. В конце концов, я сужусь. Собственно, это и показываю. То есть у каждого должен быть свой формат потребления на канале. Упущенные возможности, нереализованное знакомство. Очень важный аспект нашей жизни. Зачем это делать? И что я хочу, чтобы пришло к вам из этого? Надо полностью убрать самообман. Возможности не было весь год. Такого не бывает. Не бывает, чтобы у человека не было возможности. Вы все равно кого-то встречали. Вам что-то предлагали. Вам кто-то что-то делал, какие-то предложения. Что-то делать, куда-то двигаться, начинать какой-то бизнес, начинать какой-то стартап. От вас, возможно, требовалось время, которого вы не хотели дать. Или от вас, возможно, требовалась какая-то работа, которую вы еще не знали. Или научиться какому-то навыку. Вот точно бы это было у всех. Надо четко себе дать ответы на три вопроса. Что было? Что помешало? И что делать в следующий раз? Больше всего, как правило, по опыту могу сказать, что мешает какая-то недостаток, какой-то лень и страх. Лень и страх. Две вещи. Лень. Должен был позвонить, не позвонил. Должен был сделать, не сделал. Собирался сделать, но не сделал. Извинился, сказал, что не получилось. Придумал какую-то отмазку. Страх. Страх, что не получится. Страх, что я позвоню, мне не ответят. Я попрошу, мне не дадут. Я скажу, а мне не дадут обратной связи. Это самые распространенные. Я бы сказал, первая лень это 40%, 60% это страх. Какие возможности я не взял в 2018 году? Мы с Юлией Владимировной бежали 12 километров. У меня, конечно же, появилось общение с Юлией Владимировной. Как я отношусь к этому общению? Она мега интересная, она глыба. Она интересная как личность. Как стержень. Естественно, она занята. Естественно, она не всегда отвечает мне на смс. Я вот как-то так вот спустил это на тормоза. Я не могу сказать, что я был навязчивый. Или я не могу сказать, что я там пытался дозвониться. Или там вот как-то попасть на орбиту. Фактически у меня есть отрывистое общение с человеком, у которого я могу многому научиться. И я не учусь, потому что я себе что-то объяснил. Что я не хочу навязываться. Она там, у нее там занята, она своими делами. А как ведь было бы классно, если бы мы пробежали под выборы марафон. Как бы было классно, если бы мне удалось ее замотивировать, пробежать под выборы марафон. Представляете, 31 выборы, а она за 2 недели бежит со мной марафон. Это же просто капец. Мало того, я ей когда-то сказал, Юлия Владимировна, пробежите марафон, точно станете президентом. Что это значит? Это значит, что я закончу и напишу смс Юлии Владимировне. Давайте бежать под выборы марафон. Может она не ответит, тогда придется написать еще раз и еще раз. И все, и все. Проанализируйте свои сферы жизни. Изучили провалы, осмыслили успехи, получили резюме года. Теперь планируем следующий год. Потому что сделано, что не сделано, что пришло случайно. Изучили провалы, осмыслили успехи, похвалили себя за успехи. Получили резюме года. На сколько процентов вы прожили год? 60, 50, 15, 80, сколько? Только честно. Наверное, если говорить обо мне, наверное, это процентов 60. Нет, 55. Как велосипед в Ironman. Теперь планируем следующий год. Я закрыл глаза и представил себе. С выключенным телефоном, с выключенным месседжером, с выключенным телеграммом и всем остальным. Я представил себе конец 2019 года. Где я живу? Что я делаю? Что вокруг меня? Я описал эту ситуацию. Второй вопрос, который я ответил на себя. Что я для этого сделал? Что вокруг меня? Что я сделал для этого? Я кому-то сформулировал свои желания. Сформулировал готовность что-то делать. Что я сделал? Что я потратил на это? Сколько мне ресурса надо на это? Сколько надо бюджета? Сколько надо задач? Людей? Вот все-все-все разложить по полочкам. Под задачи. Очень важно. Любая задача должна быть дискретно разбита на части, на составляющие ступени. Сегодня у меня есть 143 тысячи подписчиков. В следующем году я хочу, например, опять удвоиться. Это значит, что к концу следующего года мне нужно 300. Это значит, что мне нужно в месяц прибавлять по 10 тысяч. Я себе сижу и думаю, каким же ресурсом я должен прибавлять в месяц по 10 тысяч. И понимаю, что надо вкладывать в рекламу, наверное, в неделю тысячу долларов. Могу я это сделать или нет? И вот раздается бюджет. 4 тысячи долларов в месяц. Готов я вкладывать 4 тысячи долларов в месяц или не готов? Наверное, надо найти этих 4 тысячи долларов. Потому что 300 тысячи – это уже 300 тысяч. Что и кто мне может помочь в реализации? Если вы внимательно задумаетесь, то вокруг вас существует, наверное, спиток людей. 5, может быть, 7, у кого-то 3, у кого-то 1. Человек, который действительно может быть драйвером в ваших процессах. Я часто привык быть этим драйвером для окружающих себя людей. А я себе думаю, кто может быть драйвером для меня? Понимаю, что это буквально 2 человека. Значит, мне надо быть им полезным. Значит, мне надо быть на их орбите. Мне надо работать над тем, чтобы быть им полезным. Я начинаю думать. Буквально позавчера я был на боксе у Далакяна. И ко мне подошел молодой человек и сказал, я у вас нахожусь на драйве 3.0. Анистрад драйв 3.0. Купил онлайн пакет. У нас сегодня домашнее задание – найти себе ментора. Я узнал из стори, что вы едете сюда, и я приехал сюда. Классно говорю я. Я, естественно, был немножко занят с друзьями, но тем не менее, я уделил ему, скажем так, минут 10. Основной месседж, который я ему донес, я всегда пытался сконфигурировать. Зачем моему наставнику, ментору, зачем ему общаться со мной? Что я ему несу? Что я могу сделать? Это может быть все, что угодно. Вы можете встречать его возле подъезда, носить ему чемоданы. Вы можете выполнять какие-то финансовые функции. Вы можете быть помощником по сложным вопросам. Вы можете быть кем угодно. Вы можете с собакой гулять, если у него такая есть. Но надо быть чем-то полезным. Нельзя быть просто сказать, пожалуйста, дай мне свое время. Не да свое время. Это невозможно. Что вам может помочь в реализации? Возможно, какие-то люди, которые могут вас вдохновить. Я называю это муза. Муза. Найдите свою музу. Найдите inspiration man, inspiration woman. Найдите человека, который вас вдохнет энергию. Который даст вам возможность и желание творить во что бы то ни стало. У кого-то это семья, у кого-то это не семья, у кого-то это какие-то люди, которые просто рядом живут в соседних подъездах. Не знаю, друзья детства, одноклассники. У кого-то кто-то герой из YouTube, у кого-то это Евгений Черняков, у кого-то Оскар Хартман. Пожалуйста, вдохновляйтесь где угодно. Будьте рядом, вдохновляйтесь, ищите общение с ними. Что нам может помешать в достижении целей? Рынок, форс-мажоры, санкции. Какие-то субъективные вещи. Что такое форс-мажор? Это обстоятельства, на которые мы не можем повлиять. Подумайте только, чтобы это были именно те обстоятельства, на которые вы не можете повлиять. Как вы думаете, что может тормозить вас в достижении целей в 2019 году? Я хочу сейчас сознательно сделать паузу, для того, чтобы вы написали это. Три. Три проблемы самых-самых очевидных, которые вас действительно могут стопнуть. Кстати, в продакшене это называется стопнуться. Стопнемся. Так вот, что вас будет стопать? Что вас будет западать? Что стоит между нами и нашими целями? Могу сказать с уверенностью, это недостаток мотивации и вдохновения. Токсичное окружение. Дефицит финансов. Внутренние страхи и убеждения. Недостаток силы и воли. Нелюбимая работа. Я назвал только 7. Назад, пожалуйста. Только 7 причин. Хочу немножечко остановиться над каждой из них. Недостаток мотивации. У каждого из нас существует недостаток мотивации. Каждый день неоднозначный. Не всегда мы просыпаемся с желанием творить, бежать, что-то делать. Иногда бывает пасмурная погода. Иногда бывает 4 недели подряд. Витамина D не хватает, витаминов не хватает. Выходит, и ты был опущенный. Недостаточно мотивации. Не хочется, не стоит на что-то. Из этого состояния надо выпрыгнуть. Надо найти человека, который вам поможет это сделать. Найти обстоятельства или факт, или какое-то действие. Не знаю, хоть мандарин съешьте. Вот надо выпрыгнуть из этого состояния. Поехать в солнце. Токсичное окружение. Очень часто слышу вокруг, у меня токсичное окружение, я не могу от него избавиться. Это мои близкие, родные, которые мне мешают, которые все время депрессуют. Да, да, все плохо, плохо. Завтра будет хуже, чем сегодня. Сегодня хуже, чем вчера. Закройтесь от них. Закройте шторы. Закройте иллюминаторы. Вообще закройте иллюминаторы. Это то, что вас будет тянуть назад. Не знаю, есть ли это близкие люди, но вплоть до того, что переезжайте в другое место. Минимизируйте общение. Выйдите из этого состояния, сами начните драйвиться, а потом вернитесь за ними. Вернитесь, чтобы забрать их с собой, а не чтобы остаться с ними. У меня был случай. Молодой человек занимался написанием приложений. И по ходу пьесы мы пришли к тому, что надо уезжать в Москву. Из уездного города Н. Его остановила женщина. Его остановила женщина, которая попала в состояние комфорта. А в Москве это опять съемная квартира, опять новая жизнь. Без клиентов, без круга общения. С белого листа надо сидеть и ждать. Так вот ждать не надо. Надо действовать, надо помогать, надо саппортить. И только с теми людьми, которые вам помогают, с ними надо двигаться дальше. А те люди, которые вас тянут назад, с ними надо прощаться. Внутренние страхи и убеждения. Мы часто ждем чего-то негативного. Мы ждем того, что у нас не получится. Что мы сделаем шаг. Это знаете, увидели женщину на улице, она вам нравится. Подойдите к ней и скажите. Вы мне нравитесь. У вас красивые волосы. У вас что-то еще красивое. Сделайте комплимент. Пригласите ее в кино. Не знаю. Попытайтесь с ней заговорить. Попытайтесь. Мне понравилось когда-то, когда мы записывали с Оскаром. Он говорит, мы коллекционировали отказы. Мы ходили по девушкам и коллекционировали отказы. Кто быстрее наберет 10 отказов. И получалось так, что каждая третья не отказывала. Интересный факт. Это такой вопрос борьбы с внутренними страхами. Мне, конечно, нравится более интенсивный способ борьбы с внутренними страхами. Я сторонник использования спорта как драйвера, который меняет. Вы сегодня не знали, что вы можете пробежать 2 километра, а через 3 месяца вы готовитесь и сбежите марафон за час 43. Один из моих учеников, подопечных по личному коучингу, не мог пробежать. Он был в ужасном состоянии. Просто рохля. В эти выходные он мне позвонил и сказал, я пробежал полумарафон в Пизе за час 43. Час 43. Час 43. Это он бежал быстрее, чем по 5 минут. Исходя из его исходников, 4 месяца назад, он просто, это просто другой человек. Он сделал уже из другого материала. Это человек, у которого все изменилось. Вот все изменилось, безусловно. Что ему позволило это сделать? Технология, системность, правильное окружение. Его поддерживали. Он очень системный. И он получил отменять технологию. Все, все на мази. И все получилось. Недостаток силы воли. Знаете, как у классика. Сила есть, воля есть, а силы воли нет. Но здесь лично я использую обычно такие вещи. Я использую вспомогательные катализаторы. Например, детей. Ответственность перед детьми меня драйвит. Договариваясь о том, что я с детьми делаю зарядку. Мне же тоже не хочется делать зарядку. У меня еще впереди своя тренировка. Но я выхожу, несмотря на то, что темно на улице, холодно, противно, часто скользко, иногда мокро. Я выхожу и бегу с ними. И получается там 2,5 с одним, 2,5 с другим. Я уже пятерку набегал по состоянию на 7,30. Пятерку? Да. Не каждый, не каждый. Так какой не каждый? Я думаю, дай бог, чтобы 1% жителей планеты бегали 5 километров утром. 1%? Нет, точно не бегает. 0,1. 0,1 процент жителей планеты. Нелюбимая работа. Ну, с нелюбимой работой я вообще категорично считаю. Я здесь такой достаточно радикально настроен. По поводу нелюбимой работы я считаю, что надо с ней прощаться. Вот надо как можно быстрее выскочить с нелюбимой работы. Надо найти любой повод для того, чтобы быстро написать заявление и уйти с ней. Используйте мой опыт и достигнете цели на 2019 год быстрее. В процессе подготовки к этому вебинару я не просто был вынужден, я с удовольствием сделал. Я первый раз за 3 года составил собственную стратегию. Практически закончил над ней работать. Последняя строк-сессия у меня была позавчера. Зачем я это сделал? Почему я это сделал? Потому что последний раз я это делал 3 года назад, в 2015 году. Потому что за это время она существенно изменилась. Потому что ее надо было на рефлекторном уровне уже освежить. Вообще это нужно делать каждый год. Что такое Drive Anistrata 3.0? Это онлайн-курс, ускоряющий изменения в вашей жизни. Для тех людей, которые хотят изменений и хотят быстрых изменений, разработана специальная программа из 10 шагов. Следующий слайд. У нас есть только 20 мест на следующий запуск. Почему есть только 20 мест? Дело все в том, что программа составлена таким образом, что она включает в себя 10 недель драйва. Это видеоурок, домашнее задание и анализ выполнения домашнего задания. И только после выполнения предыдущей задачи вы переходите ко второй задаче. Кому точно не сюда. Людям, которые хотят и верят в волшебную таблетку. Что они заплатят за онлайн-курс и сразу жизнь наладится. Не сюда. Людям, которые хотят увидеть какие-то новые видео. Новые видео есть просто у меня на канале. Они мотивируют, вдохновляют. Но это не онлайн-курс по изменению собственной жизни. В данном случае я делюсь своим опытом. Мы потратили достаточно большое время на производство этого онлайна. и потратили силы и энергию для того, чтобы создать этот курс. Мы заморочились на тему, что нужно вам, что нужно среднему человеку. И пропустил я это через собственный опыт, который трансформировался именно в этот онлайн-курс. Немножечко по ходу расскажу, как он выглядит. Первый этап – личная стратегия. Я много говорю о личной стратегии, но попытайтесь это адаптировать сквозь призму. Представьте, что вы – это не вы как личность, а вы как бизнес. Вы как организация. И вам нужно построить личную стратегию. Мы даем методологию, как над ней работать, как ее составить. Мы даем возможность и технологию реализации. Второй этап – управление внутренней энергией. Для каждого человека очень важно, с каким ресурсом он подходит к выполнению той или иной задачи. Это фактор воздействия на внутреннюю энергию, которая дает возможность реализовывать те или иные задачи, которые вы ставите перед собой. Предельная личная эффективность. Личная эффективность – это как 100% эффективности жизни. Не бывает 100%, бывает 90%, бывает 95%, бывают критические моменты. Мы даем подход, каким образом получить максимальную эффективность жизни. Каким образом получить максимальную эффективность того, что вы делаете. И, соответственно, получить от этого моральное и материальное удовлетворение. Страхи и внутренние убеждения. Как я говорил, страхи есть у всех, внутренние убеждения есть у всех. Даю технологию, как с ними бороться, подходы, алгоритмы, даже если хотите скрипты. Даю домашние задания. Снова-таки, это факторы индуктивные. Не бывает вот так вот раз, и у вас никаких страхов. Нету страхов у идиотов. И еще у детей. Кстати, этому можно у них поучиться. Как найти ментора и сформировать сильное окружение? Я всю жизнь парился по поводу того, кто меня окружает. Думал о том, какие-то люди, что я им несу, что они им несут. Сколько они тратят моего времени, сколько они забирают моего времени, сколько они забирают энергии. Любимая тема. Поэтому, пожалуйста. Самомотивация. Ну, многие меня называют мастером самомотивации. Мастером мотивации. Считаю, что это одна из моих основных опций. Мотивировать людей. И я давно и глубоко работаю на технологии именно самомотивации. Рождение мотивации внутри с возможностью подцепить все возможные внешние факторы. Даю вариант. Как завершить работу по найму и стартовать свой проект? Для многих это самый краеугольный камень, который существует на рубеже 30 лет плюс-минус 5. А у кого-то и позже. Я выходил из этого фактора несколько раз. Несколько раз заходил. Несколько раз менял свою жизнь. Поэтому расскажу некнижную историю, как это сделать. Управление личными финансами. Сегодня только обедали. И я переубеждал своего собеседника в том, что бухгалтер является самая интересная и прикладная часть экономической науки. Все, знаете, привыкли. Финансист, финансист, head of financial. Это как-то красиво звучит. Финансы – это бюджет. Бюджет – это доход, расход. Это самое простое. Бухгалтерия – это статистика, анализ, баланс, финансы, бюджет, план, факт. Это намного шире. Просто фактор, наверное, бухгалтер. Вот я всю жизнь, я бухгалтер по образованию. Я переубеждал моего коллегу в том, что бухгалтер – это круто. Я всю жизнь при знакомстве с девушкой слышал, каждая вторая мне начинала песню комбинации «Бухгалтер, милый мой бухгалтер». Это достаточно смешно было, но глубоко убежден в том, что бухгалтерия – это смесь математики, экономики, финансов, статистики и права, которая дает идеальную. Просто дисконтировано это в нашем социуме, знаете, типа «да, кто ты?» Вот бухгалтер вышел, вот на тебе 200 долларов и не носи балансы за ЧП. Аккаунтер в Америке – самая уважаемая профессия. Аккаунтер нужен больше, чем проктолог каждому человеку в Америке, потому что он сдает годовые отчеты, потому что за это наказывают. Если ты не платишь налоги, ты платишь штраф, а если ты не платишь штраф, ты садишься в тюрьму. Вот если это все так вот немножко изменится в наших странах, то будет все совсем по-другому. Ладно, мы ушли. Даем управление личными финансами, то, как сконфигурировать доходы с расходами, как найти точки роста доходов, как сократить расходы, если это необходимо, если получается провисание по доходам. Как выйти из дня сурка? Интересная тема. День сурка – один из самых моих любимых фильмов. Я его пересмотрел раз 12, наверное, в жизни, может быть, 15. Считаю, что это один из самых интересных кейсов для каждого из нас. Поэтому welcome to the jungle. И как вытащить свою жизнь из кризиса? Это, наверное, самый последний, самый крепкий кейс. Он финализирует, потому что в процессе вот этого онлайн-курса вы проходите массу задач, которые в результате вас приводят к результату. Как происходит структура обучения? Вы смотрите видеоуроки, выполняете практические задания, внедряя в свою жизнь конкретные инструменты, скидываете отчет на онлайн-платформу. Куратор проверяет ее, и я проверяю домашнее задание, и открываю следующий урок. Собственно, это все такой отлаженный процесс. Мы его уже отладили. На экране сейчас несколько отзывов. Не буду зачитывать. На самом деле отзывы очень лестные. Я вам дам их в комментариях. Вы почитаете. Что может вас останавливать? Самый распространенный. Я не такой, как Андрей. У меня не получится. Он сверхчеловек. Смотрите. Денис Хоппер когда-то сказал в журнале Esquire. Я такой же человек, как все остальные. Я пукаю, как и как все остальные люди. Поэтому не придумывайте себе ничего особенного. Просто так распорядилась судьба, что она мне дала какие-то испытания в достаточно раннем возрасте, которые мне позволили пережить определенные вещи, которые меня изменили. Я действительно много всякого пережил, перепробовал. И теперь могу с высоты этого опыта поделиться этим опытом. Чем? У нас часто бывают дискуссии. Там ты что там онлайн, как они называются онлайн? Инфо-цыгане. Инфо-цыгане. Я не инфо-цыган. Я делюсь исключительно своим опытом. Я на самом деле, если говорить о компетенциях, я осваиваю технологию инфо-бизнеса. Для меня это интересно. Это новый аспект для моей жизни. Я уверен, что никто из моих ровесников не понимает, о чем идет речь. Когда я завожу в своем социальном круге общение на эту тему, просто вижу непонимание в глазах. Многие не знают, как пользоваться подпиской на YouTube. Поэтому еще распространенная фишка. Я проходил разные тренинги. Я проходил разные онлайн-обучения. У меня не получилось. Хорошее высказывание. Смотрите, я уже говорил, что этот курс точно не для тех людей, которые хотят получить волшебную таблетку. Это не антибиотик широкого спектра действия. Это не сумомед, который лечит и трипер, и воспаление легких, и сифилис, и, я не знаю, все возможные болезни. Это не сумомед. Это не антибиотик широкого спектра действия. Все зависит от вас. Я даю только знание и технологию. И даю последовательность шагов, которая позволяет вам в результате получить в конце усиление собственного результата. Вы, знаете, мне очень нравится two times you. Two times you. Ты дважды ты. Дважды ты. Вот если 80% людей, которые подпишутся на канал, подпишутся на онлайн-курс и отправят заявку, получат двойной результат, я буду счастлив. Это хорошая конверсия. Еще раз повторюсь, кто-то получит результат больше превышающий. Но очень важно понимать на старте, что все зависит только от вас. Надо заниматься вам, а я только дам ответ. Точно ли даст результат? Еще один страх. Смотрите, у нас есть такая программа, что если так получается, что на протяжении недели, на протяжении недели мы, как добропорядочный поставщик товара и услуг, можем сделать обратный чень. Если по каким-то причинам вы хотите отказаться от курса, подумать, что это не мое, мы сделаем возврат. В течение недели, сегодня на рынке потребления это нормально работает и, собственно, все, что бы ты не продавал, ты должен в случае несогласия получения поменять. У нас таких случаев было несколько. Это были, как правило, форс-мажоры, потому что человек там что-то в результате запланировал, хотел уехать, но не уехал. Ну, вот такие вот случаи были. Или там по здоровью какие-то форс-мажоры, которые потребовали финансирования дальнейшего. На программу Drive Anistrata 3.0 стоит приходить, если вы проваливаете цели из-за того, что не четко понимаете, чего хотите достичь. Нужно перейти от слов к действию. Когда работа по найму вышла и выжгла вас дотла. Все, что есть, но не отпускает чувства неудовлетворенности собой. Знаете, вот часто приходят люди, у которых вроде бы как все получается и вроде бы как все есть, но вот чувства кайфа нет. Это к нам. Когда нужна мотивация, чтобы сдвинуться с мертвой точки. Это, наверное, самый распространенный запрос. Это когда нужна мотивация, чтобы сдвинуться с мертвой точки. Вроде все знаю, вроде все понимаю, но вот нужно сдвинуться с мертвой точки. А сейчас суперпредложение. Только в течение 24 часов можно получить скидку 30%. Для этого надо заполнить ссылку в описании. Зайти по ссылке в описании и заполнить анкету. Еще раз повторюсь, есть только 20 мест. Есть, а что вы натянули гирлянду? У нас такой праздник. У вас праздник? А, это новогоднее представление. Вот это да, вот это жир. У нас начинается Рождество. Кстати, всех с Рождеством наступающими. С Днем Святого Николая. У меня, кстати, дети ждут Святого Николая просто как отче наш. У нас есть стандарт программа. У нас есть премиум и у нас есть про. Не буду останавливаться на премиум, скажу по-про. Есть два места на личный коучинг. Личный коучинг – это личное общение. Это работа лично со мной. И возможность пропустить ваши задачи через мой опыт. В личном общении. Если это онлайн, то это дистанционная работа, но все равно лично с помощью глаз, фейстайма, скайпа, ватсапа и так далее. Что такое программа стандарт? Стандарт, я уже рассказывал, это 10 этапов. Видеоурок, домашнее задание, оценка результата, переход к следующему уроку. Уверен, что если исходить из тех признаков, о которых я говорил, вам точно это поможет. Сейчас готовы ответить на вопросы. Коротко. И еще раз прошу прощения за траблы, которые возникли на старте нашей программы. Как построить тренировочную программу, не имея возможности оплачивать тренеру? Есть возможность купить бесплатные программы на таких сайтах и порталах, как Garmin, New, Nike Running, Adidas Running и так далее. Есть масса вариантов получить бесплатные программы. Это не самое слово. То есть найти в интернете, грубо говоря. Можете расповести, как формуете свою стратегию, часто сгадываете про C, как и сам алгоритм. Ну, шановни пановы, у нас это есть в блоке стратегия, в курсе Drive Аністрата. Коротко могу сказать, что останним временем я працюю над тем, чтобы сформировать для себя чуткий план на ближайшие 15-18 лет. И там есть конкретные вещи, которые я пытаюсь достигнуть и працюю над ними. Они перетворятся в конкретный план, который позволяет это получать по факту. Что делать, если ты недавний студент и только начинаешь свою карьеру, у тебя нет денег на Ironman? Ну, хороший вопрос. На самом деле, главное желание, знаете, у меня есть такой тег, свинья всегда говно найдет. Поэтому, что делать, если нет денег на Ironman? Ну, надо заниматься, тренироваться, начать тренироваться по бегу, по плаванию. Самое в Ironman, самое сложное, это велосипед. На самом деле, можно велосипед взять в аренду, можно... Но на самом деле, я бы вам сказал, что я порекомендовал бы вам идти на работу и пытаться зарабатывать. Это всегда хорошая мотивация. Яка повинна буты пробежка вперше. Воно пробуинна буты 20-30 хвилин спокойно. Ежедневно тренируюсь. Два дня бег 6 километров, зимой примерно по 5-30, плавание 1,5 километра. Из вашего опыта, за сколько времени пробегу марафон, планирую пробежать марафон в Москве в сентябре? Ну, из моего опыта, любой здоровый мужчина, тренируясь системно, регулярно, по технологии, может пробежать марафон от 3 до 3,5 часов, тренируясь полгода. То есть, 20 недель вас привести должно к минимуму, к самому плохому варианту 3-30. Это если у вас нет патологии, типа там 60-70 килограмм лишнего веса. Будет ли интервью с Ярославским? Он спортивный парень, бегает. Пытался выходить на него через Лешу Амеляненко, пока не достучался. В это воскресенье выйдет большой материал с Ющенко Виктором Андреевичем. Мега интересный чувак, мега крутой, глобальный. Я его, честно говоря, по-новому узнал, когда мы писали. Мы писали неделю назад. Что еще? В ближайших планах хочу снять и выйдет, наверное, в следующую пятницу большое видео с Артемом Далакяном. Это наш четвертый чемпион мира по версии WBA. Его меньше всего знают, потому что Усик на слуху, Ломаченко на слуху, Гвоздик вроде бы как рядом с ними, а Далакяна вроде бы как не знаю. Так вот, Далакян тоже чемпион мира по боксу. Это будет спортивный выпуск через пятницу. ЧВДТ вы обувы лыщу денник, как зазвучая, планует и Дэнни Цили. Пытался пробовать вести, на самом деле передумал этот делать процесс, потому что на самом деле пользуюсь Google календарем, и у меня есть ассистент, который мне делает акценты на основные ивенты. Стараюсь не перегружать свой день больше чем 3-4 ивента, один из которых тренировка. Обязательно. Относитесь к тренировке как к важной встрече, от которой вы строите день. Если вы научитесь конфигурировать таким образом задачу, что вы танцуете от тренировки, у вас все будет хорошо. Если вы будете относить на конец дня тренировку, вы ее в 70% случаев делать не будете, потому что вам будет что-то мешать, вы устанете, вы попадете на какой-то праздник, новогодний ивент, вы пьете вина, что-то вам помешает. Стройте день от тренировки. Чем раньше вы ее начнете, тем лучше. Для этого используйте все возможные и невозможные методы. Находите приятного человека, ищите, с кем вам приятно и интересно проводить время. Начальник, коллега по работе, не знаю, красивая девушка, красивый парень, кто угодно, путь, вот что угодно вас должно драйвить. Что мне необходимо сделать, чтобы вы стали для меня ментором? Это вам, наверное, надо, Вячеслав, задать себе вопрос, что необходимо сделать. Я не знаю, у меня все есть, я счастливый человек, мне ничего не надо. Кто может себе позволить онлайн-курс стандарт, студенты или люди среднего класса? Дима, зайдите, пожалуйста, по ссылке, заполните анкету, и вам, у вас появится полная ясность по поводу того, кто может себе позволить. На самом деле, это доступная штука и в моем представлении сильно недооцененная. Мы вынуждены делать цену за онлайн-курс такой, который будет возможно в реализации на рынке, но при этом могу вам сказать, что опыт, который я передаю с помощью этого онлайн-курса, он бесценен. И он мне лично стоил огромнейших денег, десятков миллионов долларов. Поэтому вы точно получите то, что вы точно не переплатите, я вам скажу так. Следующий вопрос. Какой у вас пульс после сна? У меня во время сна пульс 47-49. Считается низкий пульс у спортсмена брадикардии. Ну, любая кардиограмма показывает мне, что у меня пульс низкий. Сильно низкий, не сильно низкий. У меня большое сердце, естественно, потому что я всю жизнь занимаюсь спортом, и как бы это нормально. Будете ли вы снимать про другие виды спорта, допустим, тяжелая атлетика или боевые виды? Буду. На самом деле, я снимаю по мере возникновения интересного контента, и я его постоянно ищу. Я пытаюсь постоянно делать контент такой, чтобы максимально держать аудиторию. Я смотрю, какие темы держат аудитория. Я смотрю на среднюю глубину просмотра. Кстати говоря, средняя глубина просмотра по Ломаченко и по Гвоздику около 30%. Это очень высокие показатели для видео, которые больше часа. Тренируешь 6 месяцев, вес перестал уходить. Диета в норме. Что можете посоветовать? Я могу посоветовать сократить вечерние приемы пищи, особенно сократить во второй половине дня прием углеводов, любых, быстрых, особенно быстрых и особенно жирных. Я могу посоветовать вести вторые тренировки, возможно, это может быть йога, пилатес, если вы боитесь перезагрузиться. Но на самом деле, как правило, самое идеальное, конечно, это было бы сделать, включить велостанок либо плавание. То есть, триатлон в данном случае будет хорош. Будете ли вы проводить мотивационные ивенты в Киеве? Конечно, буду, я постоянно их провожу все время. Дорогой Андрей, спасибо встрече в Екатеринбурге. Это час общения с вами однозначно в топе 5 событий года. Кстати, в следующем году я сделаю новый заход на марафон на 3.30 не надо. Надо к нему готовиться. Марафон это не прогулка, это серьезное испытание. Поэтому, если вы хотите, если вы хотите подготовиться и пробежать марафон за 3.30, то к этому надо готовиться. Надо научить организм бежать по 5 минут в километр. Для этого вы должны бегать. Длительные тро-кроссы вы должны бегать, как минимум, 25-27 километров. Хотя бы кроссы по 2 часа, по 2 часа 10 минут. Это с точки зрения длительных. С точки зрения работ надо научить бегать короткие отрезки по 4.30, по 4.20. Это системная работа. Не так, чтобы вы просто прожили полгода, потом вышли на старт и снова пробуете пробежать 3.30. Не так. Как желудок себя чувствует? Желудок себя чувствует великолепно. Это самое лучшее, что есть на сегодня. Он обцелован, обтискан, обкусан. Он великолепно. Все время ест, кряхтит и не дает мне спать ночью своим кряхтением. Он взял микрофон, запишу его кряхтение, чтобы потом, когда он вырос, я мог поставить, как он кряхтит. Есть, какие спортивные харчевания споживаете? Ну, наразе, зараз нияк. У меня есть израильские поливитамины, я их подъедаю. Плюс до этого есть витамины рыбячий жир и трошки опедеидающие витамину D на ничь и все. Вопрос. Если чувствуешь, что полностью расфокусирован, как настроить фокус на самые важные сферы в жизни? Надо купить онлайн-курс драйв-министрата 3.0. Слушайте, я вот сейчас полтора часа потратил, даже два часа потратил на то, чтобы донести вам основную мысль. На самом деле, сегодня есть возможность это получить все в онлайне. Такой возможности еще 10 лет и близко не было. Вы фактически получаете меня живого у себя на мониторе. Вы получаете живые ответы на живые вопросы. Вы получаете домашние задания, вы получаете кейсы, которые позволяют вам задать себе вопросы и мне на тему как и что получается. Пожалуйста, давайте не... Еще думаю, это про Игоря Матенко. Я не знаю, кто это. Интервью будет? Наверное, пока нет. Стоит ли тренироваться каждый день? В одном из интервью вы говорили, что если бы человек каждое утро пробегал по 3 километра, то был бы хороший результат каждое утро 7 дней в неделю. Для начала неплохо, для начала неплохо, но считаю, что это только для начала. Считаю, что если вы претендуете на название альфа-самец, альфа-самка, вы должны задавать себе вопрос, как бегать быстрее, как делать что-то лучше, быстрее, других быстрее, еще быстрее, чем вы, только за полгода до этого. Очень важно это делать. Андрей, как вы выключить телевизор в голове может быть сосредоточен? Как выключить телевизор в голове и быть сосредоточенным? Смотрите, я в 2009 году принял решение о том, что самый мой главный ресурс это время. И когда я принял это решение, у меня был стресс-перелом ноги в 2006 году. Да, в 2006 году. Тогда я пришел к очень интересному выводу, что мне надо спать 9 часов, и для того, чтобы спать 9 часов, у меня в 10 часов вечера звонит напоминание, я ложусь по будильнику, я не просыпаюсь по будильнику, а ложусь по будильнику. Поэтому поставьте себе будильник и в 10 часов просто возьмите решительным движением и выключите телевизор или отключите фейсбук, и ляжьте спать и все. Сколько зазвучая приема в ежи в день, контролирует и калории и ежу? Калории не контролю, уважаю, 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 ежи, мы на приеме в пизе где-то 3-4, 4-4, 4-4, 4-4, это включающий перекус, перекус. Андрей, будет ли Роттердам 2.0? Конечно, не будет, но я редко бегаю второй раз одним и тот же ивент, потому что, в данном случае, это было только два марафона, это был Гамбург и это был Бостон, Бостон я бежал три раза, Гамбург два, поэтому какие вы ошибки допускали при выборе предыдущих жен? Это тело моего отдельного тренинга, точно не буду сейчас отвечать на этот вопрос, но ошибки допускал, ошибки допускал. Ну, знаете, кто-то из них посмотрит, не хочу, это некорректный вопрос, не хочу людям делать больно. можно ли начинать бегать зимой, какую одежду для этого стоит одевать? Послушайте, только пару недель назад дал видео, какую одежду нужно одевать для того, чтобы бегать зимой. Конечно, нужно, нужно, если вы решили, что бегать уже начали, то надо, надо, Юрчик Баулов, это мой любимый хейтер, у него все время такая штучка, он заходит на ферму Анистрата, у меня есть в Google Map ферму Анистрата, и там мы продаем экологически чистые продукты, так вот, Юрчик Баулов туда зашел и написал ферма Остапа Бендера, я не знаю, что он имел ввиду, насколько я потом перечитал, у Остапа Бендера не было фермы, но Юрчик Баулов, это скорее всего мой сосед по Боблице, у меня там есть такой один, такой толстячок, который ходит и все время сифонит какую-то желчью, видимо, потому что не может сбросить вес, поэтому я его забанил, но тут он прорывается, в онлайне все равно едет. Игорь Войтенко топовый мотиватор в Рус-Яс, просто ритм, в Артас, а, Игорь, это ж фитнес-блогер, Игорь Войтенко, мы собирались сделать, сделать с ним коллаборацию, но он там витает в облаках, потому что у него миллион подписчиков и там, хочет денег каких-то, но я не готов. Да, полтора миллиона, все понял. Я с Игорем знаком, пытался с ним договориться на видеожаре, но так это осталось без реализации. и какой ваш рекорд на 5 километров? Хороший вопрос. На 10 помню, на 5 не помню. На 10 у меня рекорд 36-21, если мне не изменяет память. Как считаете, два дня бег, один день плавания? репит, это хорошо или можно бегать каждый день? Это хорошо, для начала это хорошо, особенно если вы бегаете по часу. Почему не сняли мото-выпуск с мустангом? Потому что мотоцикл мой не заводился, а потом наступила зима. Мустанг обиделся, что у меня мотоцикл не заводился, и когда я его сделал, уже вообще снег лежал, поэтому и не сняли. Ютуберы платят налоги? Конечно, платят. В Соединенных Штатах Америки Google начисляет доходы ютуберам и со всех начисленных доходов платят в Америке налоги. Америка такая страна, которая хитро строит таким образом всю налоговую систему, что все платят в Америке. Все, кто заработали в Америке, платят в Америке. Все американцы платят в Америке, где бы ни заработали. Там, конечно, классно, Калифорния, Флорида, всем нравится, но надо платить налоги. А если ты не платишь налоги, то садят в тюрьму. Что вы скажете за крипту? О, это интересный вопрос. Я на самом деле собирался сделать такой круглый стол с Щебоняном и с моим другом Алэсим. Мы в ближайшее время снимем это видео, сделаем круглый стол. В онлайне не будем делать, но будем делать, обсудим рынок крипты и что делать в этом рынке. Как относитесь к тренировкам на беговой дорожке? Зимой, вот первый месяц, перекочевал в зал. Стали невозможны колени дарить дарить не вене ведь. Считаю, что беговая дорожка это сильно-сильно большой компромисс. Беговая дорожка даже вам портит технику бега, потому что она не требует того, чтобы вы толкались. Вы просто подпрыгиваете, она прокручивается под вами. Поэтому я к ней отношусь очень скептически с точки зрения там, если навалило снега по колено, то можно и побегать один раз на беговой дорожке, но лучше поехать в Манеж и в Манеже побегать, если есть Манеж в городе. Если нету, то надо идти к мэру и писать рапорт о том, чтобы Манеж построили. В любом большом городе есть Манеж. Думали ли вы про коллаборацию Алексея Мошкина и другими спортфаза? Вот эти имена ни о чем не говорят. Я готов к коллаборации с любыми блогерами единственное, что я не готов платить за это. Я готов делать коллаборации. Я думал на самом деле про коллаборацию. Я хочу, чтобы Валя что-то сняла. Есть Леди Ле, Леся, Леся, которая снималась сейчас в танцах с Озеркамой. У нее неплохой ютуб-канал. Ну, смешной такой, с юмором. Я писал Зеленскому, но он уже президент, поэтому не ответил мне. Я собирался сделать коллаборацию с Хачом, но он оказался очень дорогим и не готов был делать больше, чем одна минута. Ну, много. И с Игорем Войтенко тоже собирался делать. собственно, собирался. Вот с кем собирался, те реализованные вы видите на беговая дорожка хуже кокаиновой. Ой, какое глубокомысленное замечание. Да, наверное, хуже. Я не знаю, что такое кокаиновая. Я никогда не курил. Что вы скажете за Давыдовича? Ну, я знаю, что такой парень есть. Я даже слышал, за что он сидит. Ну, больше я о нем ничего не знаю, не видел его в виде. Когда в Лондон к Чичваркину? Чичваркин недавно приезжал в Киев. В Лондон к Чичваркину нескоро. У меня мало того, в Лондон нескоро. Надо сначала порешать все вопросы здесь. Это там недолго. Вы мой мотиватор и ментор сами того не знаю. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое. Как вы думаете, будете ли... О, эпическая история. Расскажу вам эпическую историю про... Давайте напоследок, мы уже будем сворачиваться. Недавно бежим тренировку. Типа позапрошлый понедельник по Трухановому острову. И... Бежим, бежим, бежим. И тут бежит такой очень набеганный мужик. Такой худой-худой. Хорошо одет, в хорошей кипе. И как-то он поздоровался. Я помахал ему рукой. Мы разминулись. Потом мы сбегали к московскому мосту. Развернулись назад. Бежим. И он присоединяется к нам и говорит Андрей, я вам писал на прошлой неделе. Вы полтора года назад меня вывели из дня сурка. Вся моя жизнь изменилась. Я вам писал, хотел пробежать с вами сегодня, но боги услышали меня и бог послал меня вам. Вернее, вас, мне. Я говорю, что-то вы медленно бежите. Я еще посмотрел на вас, что у вас забеганный вид, ну, забеганный в хорошем смысле. И вы медленно бежите. Он говорит, просто это 45-й километр. Я говорю, ого, ничего себе, 45-й километр. Просто у меня сегодня день рождения, мне 36 лет, я бегу сотку. Представляете, какое у меня просто распирнуло просто чувак вот не полтора года назад посмотрел какое-то видео и поменял всю свою жизнь, начал тренироваться, пробежал три марафона. Это просто эмейзинг. И я вам хочу сказать, что ради таких встреч я живу просто. Это круто. Это круто. Я хочу, я хочу, чтобы таких людей было больше в мире. Спасибо вам большое. Всех с Днем Святого Николая. Напомню, что следующий эфир с ответами на вопросы будет 2 января. Я попрошу и сделаю прямой эфир с Валентиной. Мы ответим вдвоем на вопросы, которые будут у вас. Поэтому приходите к экрану. Будем пить шампанское в прямом эфире и отвечать на ваши вопросы. Новогоднее поздравление. Я остаюсь в Киеве. Меня сегодня Печерский слуг продлил запобежный захид. И я теперь буду все время в Киеве до 20 февраля. Кстати, хочу сделать практикой воскресные выбеги вместе, потому что у меня в воскресенье, как правило, длинный кросс. Я буду начинать всегда по 5 минут. И каждый желающий сможет ко мне присоединиться. Буду говорить место и время встречи во время пятничного выхода. Соответственно, в следующий раз встречаемся в 10 утра возле здания филармонии в воскресенье и все желающие могут со мной пробежаться столько, сколько сможете. А я буду бежать наверное часа 2 и где-то примерно 27-28 километров. Поэтому keep in touch всем хорошего вечера. Еще раз прошу прощения за баги технические, которые у нас были в начале. Я приятно провел с вами 2 часа времени и надеюсь я смог донести что-то полезное для вас. Спасибо и до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok